Организацией досуга неорганизованной молодежи в летний период займутся педагогические отряды. Мероприятия пройдут как в городе, так и в населенных пунктах округа. Одна из инструкторов педагогического отряда Анастасия Носова. С самого детства девушка была уверена, работа с детьми – ее призвание. Поэтому и выбрала профессию учителя начальных классов. Педагог уверена, детей надо больше привлекать к различным спортивным мероприятиям. В мнении безразлична судьба детей, чем они будут заниматься в летний период, чтобы они не гуляли просто так на улице, не бегали, не ползали, может быть, по стройкам, а были собраны все и с инструктором. Я хочу сделать такую программу, чтобы она была рассчитана на детей, как и начальной школы, может быть, и среднего звена, чтобы побольше детей можно было бы задействовать. Анастасия назначена инструктором педотряда в городе Наринмаре. Сейчас педагог активно занимается подготовкой плана мероприятий для детей. Впрочем, не только в городе, но и в поселениях округа назначены инструкторы педотрядов. За поселок Искателей ответственным выбран Данила Хмаренко. Юноша занимается спортом и ведет активный образ жизни, которыми хочет привлечь как можно больше подростков. Данила уже наметил план мероприятий, в который входит не только организация молодежи в поселке Искателей, но и в деревнях Оксина и Коткина. Это будут спортивно-массовые мероприятия. Проведем несколько турниров по футболу, баскетболу, наверное, стритболу даже. И будет культурная программа в виде, так скажем, бардовских песен. И пару раз постараемся выйти в поход. Так скажем, основные навыки туризма осознать и научить детей. Прием заявок в педагогические отряды осуществлялся до 20 мая в молодежном центре. Позже был сформирован список инструкторов из 15 ответственных ребят для организации досуга молодежи. Те, в свою очередь, набрали команду добровольцев в конкретном населенном пункте. Как отмечают организаторы, для реализации проектов каждому отряду закуплен спортивный инвентарь и раздаточные материалы. Спектр мероприятий у них будет свободный, то есть как спортивные мероприятия, так и какие-то творческие. Но то, что у них оглашено, то есть они проводят в течение 20 дней, по два часа в день они работают. То есть не более и не менее. То есть там уже большой полет фантазии, то есть какие мероприятия не могут брать, так и походы, спортивные мероприятия. Поэтому мы их не ограничиваем. То есть мы набираем этих 15 человек, и они дальше уже проводят мероприятия на территории города. Города, так и округа. То есть в основном мы ориентируемся на поселки. То есть один член педотряда будет проводить в комнате в населенном пункте. Добавлю, анонс каждого мероприятия в городе будет осуществляться через сеть интернет, а в населенных пунктах объявлениями на информационных досках. Наталья Кислякова, Антон Возряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...